Добрый день дорогие друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами интересные идеи на начало августа. К сожалению, скорее всего не получится вас порадовать интересными идеями, потому что наконец-то настал, или к сожалению настал, тот летний боковик, который всегда все трейдеры ненавидят. Именно самые настоящие. Обращу ваше внимание сразу на такие инструменты, которые более интересны и позже перейдем уже смотреть на тот боковик, о котором я упоминал. Нефть. Что мы видим? Некое снижение. У нас хаи понижательные, но тем не менее хороший объем на смене контракта вышел. Скорее всего это связано с перекладкой. Это еще раз подскажу фьючерсы, московская биржа. Это не форекс. Здесь есть перекладка каждый месяц по нефти. Поэтому объем, скорее всего, этот повышен, связан, чтобы вам не бросался в глаза с перекладкой, а не с тем, что здесь какой-то покупатель. Поэтому смотрим пока на нефть в зоне 73 где-то для отката. После такого мощного движения должен быть откат. Чтобы это красиво сочеталось с техническим анализом. Кто-то будет фиксировать свои тейки. Есть куча обоснований. И по классике жанра 50% откат нам стоит ожидать где-то в районе 73. Но, если у нас взять по часовику. У нас есть где-то зона. Вот она немножко чуть ниже. 72.50. Вот от нее очень симпатично смотрелось бы, если бы у нас здесь был ложный пробой. Желательно, чтобы вынесли очень хорошо за 73. Обратно вернули. И здесь бы я тогда рассматривал уже для похода ниже. Пока смотрится выше. Сегодня пятница. Я бы вообще не лез в нефть. Кто-то будет фиксировать свои шарты, которые открывались с зоны 75. Кто-то будет фиксировать свои лонги, которые открывались с зоны 70. Поэтому, скорее всего, будет болтанка. И как такового развития событий я по ней сегодня не жду. На следующей неделе я уже озвучил. То есть, это, скорее всего, будет продолжение снижения. Но после очередного какого-то отката. По золоту. Вот по золоту очень обидная ситуация была. Я очень надеялся, что наконец-то у нас, по-моему, в среду, да? 0-4. Да, это, по-моему, среда. Выйдет, наконец-то, развязка по этому боковику. Красиво накопили. Сходили, да? Если мы так уберем. Ну, все симпатично было. Ну, замечательно. Опять ударились. Немножко не доходим до нижней границы. Я думаю, ну, после такой свечи она была, естественно, в тот день зеленая, да? Думаю, наконец-то выход. Мы сможем в четверг, пятницу очень хорошо поторговать. В плане взять лонг, да? И посидеть. Здесь хорошие цели были. Потому что после такого накопления, естественно, это не будет пару долларов. Инструмент должен хорошо сходить. Но, как вы видите, нас... Некрасивое слово. Убили, да? Ушатали полностью всю эту свечу. В этот же день вот так это произошло. То есть, там, за считанные минуты слили. Что показывает, естественно, нам то, что есть крупный игрок, да? Который не пускает цену. Или не добрал цену. Да, мы все узнаем постфактум. Мы не видим будущего. Поэтому, скорее всего, что это будет или добор позиций. И мы будем так колбаситься, там, какое-то определенное время. Да, может август, может до сентября. И потом уже будем смотреть за выходом. Интересные зоны я бы посмотрел. Вот так я бы подкорректировал. Вот интересная зона будет у нас 17.96. Вот, вот, около нее я бы уже рассматривал. Если мы пробиваем, какой-то короткосрочный или долгосрочный шорт, но очень аккуратно. Потому что, вы видите, каждый раз здесь хвосты, каждый раз выкупают. Только пробиваем, но все дневные свечи закрываются выше. Значит, кто-то здесь набирает позицию. Поэтому, смотрел бы при пробое на шорт, если обратно у нас идет выкуп. Но, очень, друзья, осторожно. Видите, если бы вы взяли здесь лонг, немножко там заработали, не прикрыли, на следующий день бы вас, скорее всего, высадили. Да, вынудили бы закрыть позицию в любом случае. Поэтому, не жадничайте. Даже если вы хотите взять, всем хочется взять, да, и я так хочу. Вот, нижние границы до верхней. Но, к сожалению, все равно это рынок будут выбрасывать, будут наказывать. Поэтому, не жадничайте. Увидите красивую точку на лонг. Я сам буду присматриваться, но я буду забирать свое, там, 3-4 к 1. Чуть-чуть оставлю. Если пойдет, великолепно. Но, скорее всего, просто так заработать не дадут. Поэтому, смотрите очень аккуратно. Уровень красивый, но, вы видите, каждый раз выбрасывают, выбрасывают. И не дают никак заработать. Поэтому, уровень 17.96 я бы присмотрел. По евро-доллар. Также, ситуация не очень красивая. Еще корявий боковик, да, чем по золоту. Если там он симпатичный такой. Здесь можно так выделить, конечно, чуть пониже. Но, тем не менее, АТР, обращу ваше внимание, то есть, минимальный. Каждый раз он скатывается. Уже, наверное, 3 недели я, как попугай, да, повторяю одно и то же. Все скатывается. И никак у нас никакого, по сути дела, интереса в этом инструменте нет. Поэтому, даже ничего рекомендовать не буду. Потому что, ну, нет смысла эти 5 центов ловить. Что по доллар-рубль? По доллар-рубль симпатичнее картина, чем по евро-доллар. Какое-то накопление. Пока, наконец-то, у нас разворотная модель начала рисоваться. То есть, более вероятно того, что отсюда мы увидим какой-то или отскок. Да, тяжело сказать, что это будет прям лонг. Все замечательно, 75-600. Нет. Скорее всего, это будет какая-то болтанка еще. Но при выходе 74-020 я бы смотрел на лонги, потому что хорошо накопили. Красивые свечи. Ситуация, да, если взять какой-то фундаментал, не поменялась. Укрепление рубля, скорее всего, на каких-то новостях может быть. Но ситуация никакая, да, с вирусом и прочими-прочими. С такой нефтью. Я думаю, что все-таки мы увидим выход выше 74-0. И тогда уже можно о чем-то говорить. Пока, ну, ребята, туда-сюда, туда-сюда. Один день вверх, вниз, вверх-вниз. Тут выкупили. Ничего интересного. Поэтому, ребят, по... А, серебро хотел еще показать, чтобы вас уберечь. Ребята, серебро вообще сейчас. Если раньше мы с вами упоминали, да, очень часто хорошо он корректировался вслед за золотом или рост, да. Сейчас вообще лучше вообще выбросить этот инструмент на пару, там, не знаю, недель, месяца. Вы видите, что творится. Не дай бог, как-то не сработало, что-то еще там случилось, выпустили бы по самому лаю, но тут можно весь депозит потерять. Просто весь. ГО маленькое, да, то есть можно набрать инструмент, объем хороший, даже при маленьком депозите. Одна такая свеча, все, до свидания. Нужно копить на новый депозит. Поэтому после этого я бы вообще убрал его из котировочного листа. Желаю вам хороших, прибыльных сделок. Всего доброго, хороших вам выходных. До свидания.